О какой демократии можно говорить, если гражданам отказывают в праве избирать и быть избранным? Такой риторический вопрос на пресс-конференции озвучил Авелин Табарча, которому ЦИК отказал в регистрации инициативной группы для сбора подписей по выдвижению в качестве кандидата в президенты. Я пошел 31 августа в ЦИК, подал все документы. Женщина, которая их приняла, сказала, что все документы в порядке, что инициативная группа сформирована в соответствии с необходимым количеством членов и что все в порядке. Вчера, уже 2 сентября, мы узнали, что на заседании ЦИК по решению шести членов комиссии нам отказали в регистрации, потому что я якобы политически аффилирован. Табарча заявил, что никогда не был частью политической партии. Его адвокат Надежда Лукьянчук считает, что члены ЦИК превысили свои полномочия. То, что произошло в ЦИК, это не только злоупотребление служебным положением по отношению к Авелину Табарча. Это нападки на все общество и всех граждан, которые вправе избирать президента в соответствии с нормами демократии. О какой демократии мы говорим, если граждан лишают право выбора кандидата, а кандидату не разрешают даже начать сбор подписей. Надежда Лукьянчук заметила, что голосовали против регистрации Авелина Табарча шесть членов ЦИК, которых в комиссию делегировала партия «Действия и солидарность». В своем решении Центризбирком указал, что Авелин Табарча выдвигался в качестве районного советника от партии «Шанс» на местных выборах 2023 года. Да, я участвовал в местных выборах год назад. Я выдвигался по Бричанскому району как советник от политической партии «Шанс». Но вы бы не поленились поднять документы с тех выборов. Там черно-по-белому написано, что Авелин Табарча выдвигается на должность районного советника в Бричанах от партии «Шанс», но при этом он не является членом партии. В этих документах написано, что я не являюсь членом партии. Мы не услышали внятных аргументов. Они лишь сказали, что Авелин Табарча был кандидатом на местных выборах осенью 2023 года. Но с каких пор быть кандидатом – это преступление. Абсурд. Все документы, поданные моим клиентом, соответствовали требованиям Кодекса о выборах. Закон не предусматривает отказа из-за того, что кто-то раньше был кандидатом. Создается впечатление, что для Центральной избирательной комиссии закон не писан. Или писан кем-то конкретным. У них, видимо, свой закон и своя конституция. Это решение незаконно, и мы непременно его оспорим. Авелин Табарча намерена спорить решение ЦИК не только в национальных, но и, если потребуется, в международных судах.